Это уже третье поколение линейки Huawei и MacBook D, выпущенное в этом году. Ранее компания представила эти на процессорах Ryzen 4000 серии поколения Renoir и Intel 10-го поколения. Новые модели за счет новейших чипов Intel 11-го поколения показывают значительный прирост производительности. По сравнению с предыдущими поколениями дизайн ноутбуков не изменился. Корпус устройств выполнен из металла цвета, серый космос. Девайсы могут похвастаться безрамочными дисплеями, за счет чего их габариты оказались значительно компактнее конкурентов с аналогичными дисплеями. Из фишек корпусов ноутбуков можно отметить сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку питания, а также, всплывающую, фронтальную камеру, которая разместилась в клавиатуре. Huawei MateBook D14 2021 и Huawei MateBook D15 2021 получили идентичные друг другу характеристики. В зависимости от конфигурации он работает на процессорах Intel Core i5-1135G7 и Core i7-1165G7. За графику отвечает продвинутая интегрированная видеокарта Intel Iris Xe, но версии с процессором Core i7 также могут похвастаться дискретным решением NVIDIA GeForce MX450. В ноутбуках установлено 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной на SSD. MacBook D14 получил 14-дюймовый дисплей, а MacBook D15-15 – 6-дюймовый. Оба экрана имеют разрешение Full LHD, а их максимальная яркость составляет 300 нит. Huawei MateBook D14 2021 и Huawei MateBook D15 2021 поступят в продажу в Китае 1 января 2021 года по цене от 765 долларов за базовую версию, топовая конфигурация обойдется примерно в 980 долларов. Дата выхода ноутбуков на международный рынок пока неизвестна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова